В Галатам 6.16 В Галатам 6.16 Речь об остатке или об Израиле Божьем именно. Итак, 16 стих. И всем тем, кто живет в соответствии с этим правилом, шалом им и милость и всему Израилю Божьему. Потом Павел продолжает и дает объяснение в 6 стихе. Если же из милости, значит не на основании законнических дел. Иначе милость перестала бы быть милостью. И Павел дает этот пример, чтобы показать, что дела закона и благодать являются взаимоисключающими понятиями. То же самое он говорил в 10 главе. Там, где он говорил, что если спасение дано по благодати, то оно не может быть дано по делам. Потому что если можно заслужить благодать, то это уже не благодать. И никто не может обвинить Бога. То есть никто не может заставить Бога сделать что-то, говоря, что «Боже, сделай вот так, потому что я сделал вот так». Изначальный план Бога был спасти людей по благодати через веру. Среди евреев и язычников. И в качестве итога того, что я сказал. В касательно оснований и спасения, законы благодать, дела и вера являются взаимоисключающими понятиями. В седьмом стихе Павел делает логический вывод. Отсюда следует, что Израиль не достиг цели, к которой стремился. Избранные достигли ее, но остальные сделали жестокосердными. То есть смысл в том, что то, чего Израиль искал, то, чего он добивался и к чему стремился, он не достиг. Израиль целиком, как народ, он искал праведности. Но, как сказано в девятой главе, что они искали этой цели на основании дел закона. И таким образом они никогда не могли это получить. Избрание приобрело эту праведность. То есть избранные приобрели праведность, тогда как остальные остались жестокосердными. Снова же здесь разница не между церковью и Израилем, или евреями и язычниками. Но между тем, кто верит, и тем, кто не верит, что Ешуа является Мессия. Между тем, кто верит в Ешуа, как Мессия, и тем, кто не верит. И применяется этот принцип ко всем, к евреям и язычникам. То есть это не разница между евреями или церковными людьми. То же самое было, то же самое сказано в первом Петра, второй главе, с первого по десятый стих. Okay, let's just read that, 1 Peter 2, 1 to 10. 1 Peter 2, 1 to 10. If you just read that in Russian right now. Yes, sure. 1 Peter 2, 1 to 10. 2 Peter 3, 1 to 10. 2 Peter 3, 1 to 10. 2 Peter 3, 1 to 10. Избранный народ, кухоним царя, святой народ, народ принадлежащий Богу. Для какой цели? Чтобы возвещать хвалу о призвавшем вас из тьмы в свой чудный свет. Когда-то вы были не народом, но теперь вы Божий народ. Вы не были помилованы прежде, но теперь помилованы. Это очень важный текст для понимания. Во втором стихе говорится о том, что мы новорождены. И мы жаждем молока Божьего Слова. Это то, что нам нужно всегда хранить. С одной стороны, мы должны оставаться младенцами. Я имею в виду то, что нам всегда стоит желать принимать пищу от Божьего Слова. Маленький ребенок, грудной младенец, ему нужно, как минимум, каждые четыре часа пить молоко. Чтобы он рос, потому что он становится голодным. Я знаю, и он начинает плакать. И тогда, когда он плачет, вот так понятно, что он хочет кушать. И я бы хотел видеть этого у верующих. Я бы очень хотел слышать это от верующих. Чтобы они взывали о том, чтобы получать Слово от Бога. Чтобы они были готовы, как младенцы, пить столько, сколько возможно. Сегодня я очень часто вижу тех людей, которые не готовы. Они чувствуют себя удовлетворенными и полными. Я сейчас говорю духовно о верующих. Я говорю о том, сколько мы времени проводим в Слове. Как мы питаемся от Слова. Часто мы заинтересованы как раз в других вещах. Даже пусть это будут хорошие вещи. Но мы не вырастем, пока не позволим Богу, пока мы не будем как младенцы взывать в Бога. Нам не стоит оставаться младенцами в других вещах, в поведении. Но чувствую, что в этом моменте нам стоит вести себя, как младенцам. Далее Петр продолжает и говорит о том, чтобы мы были живыми камнями. К сожалению, на сегодняшний день в церкви я вижу больше мертвых камней. С живым камнем можно что-то сделать. Может он не совсем иногда подходит к тому месту или к тому служению, где хочется его видеть. Но это лучше, чем иметь мертвый камень, с которым ничего не сделать. В девятом стихе говорится, что мы избранный народ, кого гоним царя, святой народ, народ, принадлежащий Богу, или народ, купленный дорогой ценой. Эта цена, которую Иешуа заплатил, умерев на кресте, и это цена благодати Божьей, излившейся. И во второй части стиха Петр говорит, что должно быть результатом этого. Во второй части стиха Петр говорит, что мы призваны возвещать хвалу о призвавшем нас из тьмы свой чудесный свет. Нам всегда нужно задавать себе вопрос. Возвещаю ли я сейчас хвалу? Воздаю ли я ему славу сейчас? За то, что он сделал для меня. Возвещаемся к римлянам 11 главе. И так как Израиль, как народ, не смог обрести или достичь праведности Божией. Есть остаток среди Израиля, который не отступил. Это те, кто верует в Иешуа как Мессию. И эта часть становится истинным Израилем Божьим. С восьмого по десятый стих. Павел снова цитирует Танах, чтобы показать, что ожесточение сердца Израиля, оно было описано во всех трех частях Танаха. Okay, what does it say here? Just as Танаха says, God has given them a spirit of dullness in their eyes that they do not see and ears that do not hear, right down to the present day. And David says, Let their dining table become for them a snare and a trap, a pitfall and a punishment. Let their eyes be darkened so that they can't see, with their backs bent continually. Okay, in these verses he quotes from the law. В этих стихах читается из закона, из Торы, из Второзакония 29.4. Также цитирует из пророков, из Сая 29.10. И читает также из Техилим, то есть из Писаний. Псалом 68.23.24. И все это он приводит для того, чтобы показать, что сердце Израиля ожесточилось. Псалом 68.23.24. Он говорит, что их глаза настолько были затуманены, что они уже перестали видеть. И своими ушами перестали слышать. Что Бог пытается сказать им. Я часто молился о том, чтобы Бог избавил меня от этого. Чтобы мои глаза оставались... Имели острое зрение. И мои уши были духовно открыты на то, чтобы слышать от Бога. Потому что очень много есть способов для того, чтобы мы стали ленивыми, невнимательными к тому, что Бог делает для нас. Безразличными, равнодушными. Нам нужно быть внимательными, быть настороже духовно. И это цитирование Павла показывает, что Израиль вошел в это состояние духовно. Что они более не готовы слышать и видеть. Более не готовы двигаться с Богом дальше. Господь, помоги нам не войти в это состояние. Смысл стихов 1 по 10 и 11 главы в том, что даже если Израиль как народ не достиг праведности, отвержение Иешуа как Мессии не было полным. Были те, кто пришел к вере. И, поэтому, получили ту праведность, которую Бог хотел им дать. Это, возможно, очень важный момент, которого я еще не подчеркивал. Мы должны понимать, что речь не о нашей собственной праведности. Павел говорит, что наша собственная праведность, она как запачканная одежда. Как носки, которые не стирали 4 недели. Это наша собственная праведность. Кто так носит? Вот такая наша праведность. Но нам нужна праведность, которая приходит от Бога. Это как... Это как... Это как... Это как... Это как правило, которое позволяет нам войти в святой святых, чтобы быть священниками, чтобы быть святыми священниками. И даже в это время мы видим, что есть праведный остаток по избранию благодати. И говоря об этом меньшинстве, которое уверовало, Павел не ставит собой задачу показать, что Бог отверг народ Израиля, наоборот. Показывая, что есть праведный остаток, Павел как раз доказывает, что Бог не отверг свой народ. Павел продолжает мысль о том, что отвержение Израиля не является окончательным. И наступит день, Когда народ Израиля, как народ, примет Ишуа, как Мессию своего. Сам Ишуа говорил об этом, что, когда Я вернусь, Вы возрадуетесь о Моем возвращении. И скажете, благословен грядущее во имя Господне. В Романс 11, 11-24, Павел поднимает следующий вопрос. Павел поднимает вопрос касательно преткновения Израиля и упрямства Израиля. Первая часть 11-го стиха. «В таком случае, говорю я, не споткнулись ли они, чтобы отпасть навсегда? Да запретят небеса». Здесь, другими словами, «Неужели они преткнулись настолько, чтобы вообще окончательно упасть?» «Является ли это целью падения Израиля?» «Была ли целью Божьей отвергнуть и изгнать свой народ?» И Павел здесь как раз говорит о большинстве, которое действительно преткнулось. И Павел здесь использует слово, которое имеет совершенную и непреложную форму. Итак, Павел говорит, «В этом ли смысл был?» И он дает ответ, который сам ищет. «Ни за что, ни в коем случае». Таков не был план. И в свете Божьей верности это невозможно. Господь остается верным. Так говорит Писание, даже если мы неправильно что-то делаем. Он остается верным. Он остается верным. Они преткнулись, но это не было целью, чтобы они преткнулись окончательно. Итак, это было для того, чтобы Израиль получил спасение. Окей? Итак, цель спасения язычников. И здесь Павел очень четко объясняет весь процесс спасения. Как это работает. Как разные элементы сочетаются вместе. У Бога есть план. И Павел здесь говорит о цели спасения язычников. С второй части 11 стиха по 14 стих. Павел здесь говорит о цели. Павел здесь говорит о цели. «Напротив, именно благодаря тому, что они преткнулись, избавление пришло к язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Более того, если их преткновение обогащает мир, то есть если Израиль был временно поставлен в положение менее благоприятное, чем у язычников, и это обогатило последних, то насколько же больше богатства принесет им Израиль в своей полноте? Однако вам, язычники, скажу следующее. В силу того, что сам я посланник, направленный к язычникам, я рассказываю всюду о важности моего труда, в надежде, что мне удастся возбудить ревность у некоторых представителей моего народа и спасти некоторых из них». Цель и причина Божьей в этом всем плане заключалась в том, что язычники, пришедшие к вере, должны были возбудить ревность у евреев. Так ли они поступили? Нет. Точно так же и язычники, придя к вере в Вишуа, они не достигли цели. В основном, язычники, пришедшие к вере в Вишуа, принесли только боль еврейскому народу. И, скорее всего, возбудили больше злость к Яшуа, чем ревность. Но, если мы будем внимательны, то увидим, что как раз об этом идет речь в Второзаконии, 32 главе, 21 стихе. Okay, Deuteronomy 32, 21. «They have moved me to jealousy with that which is not God. They have provoked me to anger with their vanities, and I will move them to jealousy with those who are not a people. I will provoke them to anger with a foolish nation». «Они раздражали меня не Богом, суетными своими огорчили меня. И я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их». Это должно быть интересно. Особенно учитывая, что Господь предрек это еще во Второзаконии. Как раз об этом Павел говорит здесь. И так и произошло. Израиль спровоцировал Бога своим идолопоклонцам и идолами. Бог хотел, чтобы они были народом, посвященным Ему. Если вы не понимаете, подумайте о хорошем браке. Если я увижу какого-то мужика, который цепляется к моей жене, я буду очень сильно ревновать. И я могу его даже треснуть. Вот здесь об этом говорит Бог. Вот это ревность. Это то, что принадлежит тебе, или должно принадлежать тебе, но то, что отбирается другим. И вторая часть вот этого 21 стиха Автора Закония говорит о том, какой должен быть план. Говорит, что я раздражу или вызову в них ревность ненародом. И это говорится в контексте таком, что Бог говорит, вы должны быть Моим народом. Есть другие, которые еще не являются Моим народом. И я буду использовать их, чтобы возбудить вас ревность. Но интересно, что он говорит в последней части этого стиха. Народом бессмысленным или глупым огорчу их, или вызову гнев. Речь о Гоим, о язычниках, о других народах. И я верю, что это показывает то, что произошло в истории. Что вместо того, чтобы стать тем народом, которым Бог хотел, чтобы они стали, и провокировать детей из Израиля в железе, вместо того, чтобы стать тоже Божьим народом, и возбудить ревность в Израиле, язычники, как бы они вызвали только злость у Израиля. Scripture fits together. Имеется в виду верующие. Very prophetic. И Слово Божье, оно просто сочетается само в себе вместе. И это является пророческим словом. Okay, let's go back. Now, the unbelief of Israel was directed toward the restoration of faith. Yeah, okay. It was meant, the unbelief of Israel, the fact that they did not believe in the Messiah, you sure, was directed, or was the purpose was that it would bring a restoration of faith. Не веря Израиля, как бы целью этого было восстановить веру, или направление веры. И падение Израиля как раз имело с собой цель, и чтобы Израиль восстановился. Therefore, Gentile salvation is for the purpose of provoking the Jews to jealousy. Именно поэтому спасение язычников несет с собой целью возбудить ревность в Израиле. And the reason why Gentiles are being saved is to provoke the Jews to jealousy, jealousy. И причина, по которой спасаются язычники, заключается в том, чтобы они возбудили ревность в евреях. As the Gentiles come into a realization of who Yeshua was, И когда язычники приходят к пониманию, кем был Yeshua, and that he was not a swede with blonde hair and very thin, когда верующие из неевреев приходят к пониманию, что Yeshua не был высоким, белокурым, длинноволосым шведом, что он был ярко выраженным евреем, тогда они смогут возбуждать ревность в евреях. Когда они начнут славить Бога Авраама, Ицхака и Якова, это вызовет ревность у евреев. Потому что, как язычники, если мы будем это делать, евреи должны сказать, но это же наш Бог, это мы должны его славить, это не ваш Бог. Они станут ревностными. И такую цель имеет в своем разуме Господь. По этой причине он спасает сегодня многих. К сожалению, как я уже сказал, в течение всей истории язычники, наоборот, вызывали только гнев у евреев, вместо того, чтобы вызывать ревность. И вот это выражение, которое переведено, как спровоцировать или возбудить ревность, это греческое слово. И оно содержит в себе такое понятие, может быть переведено так, что подойти к кому-то и заставить его просто кипеть или выходить из себя от ревности или от раздражительности. И одна из важных причин, почему Бог спасает язычников, заключается в том, что, будучи верующими в Яшуа как Мессию, язычники как бы будут идти вместе с евреями или будут как бы проходить мимо евреев и будут возбуждать в тех ревность настолько, что они будут просто закипать от нее. Когда будут видеть что-то в них, а именно присутствие Божьей. Может быть, вы захотите со мной поспорить, но я считаю, что сегодня многие евреи, они жаждут Божьего присутствия. Я даже считаю, что это в их ДНК. Если хотите, в духовном ДНК. Они хотят чувствовать и знать Божье присутствие. Особенно учитывая тот факт, что нет сегодня храма в Иерусалиме. Потому что присутствует постоянная печаль во многих отношениях из-за этого. Потому что они считают, что присутствие Божьей может быть только в храме, когда присутствует Ковчег Завета, когда служат там священники. В качестве иллюстрации скажу небольшую историю. Когда я жил в Бельгии, я часто visit Antwerp quite often. To visit Antwerp, the city. Antwerp. It's the city in Belgium there. Я часто ездил в Антверпен. Yeah. Something like that, yeah. And in Antwerp there is a rather large population of Jewish people. И в Антверпене довольно значительно еврейское население. I think there are something like 30 or 40 thousand Jewish people who live in that city. Около 30-40 тысяч евреев там проживают. And if you go to some of the shops, it's very obvious that the owner of the shop is Jewish. not just from the yamaka that's on his head, but also from his whole appearance. So one day, when I was in Antwerp, I went into a shop and the man who was the owner of the shop И я завел разговор с хозяином магазина. И мы очень долго говорили. Мы говорили о многих вещах и вроде бы не особо говорили о Ишуа как Мессии или о духовных вещах. Но внезапно он очень пристально посмотрел на меня. И он сказал, есть что-то в твоих глазах? Я кое-что вижу. И он говорит, я хочу этого. Что это? И благодаря этому мы начали говорить о Ишуа как Мессии. Это меня очень сильно ободрило. После этого я его больше никогда не встречал. Не знаю, если он стал верующим. Но это то, что я верю, что Господь хочет вкладывать в нас. Чтобы мы светились этим присутствием Божьим. То есть здесь мы видим разницу между частью и полнотой. Частичностью и полнотой. До этого было как бы уменьшение народа до остатка. Но в будущем произойдет национальное спасение народа Израиля. И тогда будет полнота. И Павел говорит, напоминаю, Павел говорит о том, что отвержение евреями было для того, чтобы пришли к вере язычники. И вот это вот богатство язычников или полнота язычников, она должна нас привести к ключевому уроку. То есть первое, это то, что касательно преткновения Израиля, что Израиль не преткнулся навечно или полностью. Израиль преткнулся для того, чтобы язычники получили спасение. А это должно привести евреев к ревности по спасению. И чтобы они также имели возможность принять Иешуа как Мессию. Такой метод Бог избрал для того, чтобы использовать эту ситуацию. Есть еще второй урок, которому мы можем научиться. Причина, которая кроется за этим преткновением. В 15 стих читаем. Ведь если отвержение Иешуа с их стороны несет примирение миру, то что же принесет принятие? Это будет жизнь из мертвых. И второй урок, который можно из этого извлечь, это что принятие Иешуа как Мессии приведет к благословению Израиля. Если отвержение со стороны евреев привело к тому, что пришли язычники к вере, то когда евреи обратятся к Иешуа как Мессии, это станет жизнью из мертвых, как воскресение. И здесь также подразумевается сила воскресения. Писание нам говорит о том, какая должна быть сила, которая должна воскресить человеческое тело к жизни из мертвых. Я не думаю, что проводились какие-либо научные исследования в этой области. Но происходили воскрешения из мертвых. Но я не думаю, что там присутствовали ученые. Однако проводились исследования касательно силы молитвы. И это очень интересно. Довольно давно я читал статью об этом. И группа ученых собралась, чтобы исследовать, что происходит в разуме человека, когда он молится. Но дело в том, что они исследовали не только верующих, но они брали других людей, которые молились. Интересно, что когда брали вот этих вот просто обычных людей, когда они молились, то показания сильно не менялись. И наш мозг является передатчиком постоянно. Может быть, мы это не знаем, но так происходит. И ученые могут это фиксировать. Но когда молились истинные верующие, то показатели зашкаливали или поднимались на вершину, как бы. Конечно, ученые пытались все объяснить, потому что они не верят в молитву. Но это само по себе было интересно, что отмечает, что разум во время молитвы что-то передает как бы в воздух, вверх. Но это как бы незначительная вещь, да? Но смысл в том, что какая должна быть сила, чтобы воскресить? Иногда мы читаем Писание и не задаем себе вопросов. И мы не всматриваемся в глубину того, что здесь сказано. Павел утверждает, что когда евреи придут к истинному познанию, то это будет как воскрешение из мертвых. Это утверждение о мести Израиля в Божьем плане. И неверие Израиля было направлено на восстановление веры. Был недостаток веры среди еврейского народа. И вероятнее всего до сих пор есть. Но идея в том, что они начнут верить, они вернутся к вере и не будут пытаться делать это, приобрести праведность своими делами. И падение Израиля на самом деле не является окончательным результатом, потому что в итоге они придут к восстановленным отношениям с Богом. И полнота, о которой сказано в 12 стихе, относится к полному восстановлению Израиля. И смысл того, что объясняет Павел, заключается в том, что вот какое сильное благословение получили язычники через то, что Израиль отпал от веры, но тем большее благословение получат язычники, когда Израиль вернется к вере в Ишуа. И идея в том, что это приведет ко второму пришествию. Когда Израиль, как народ, придет к познанию Бога, Ишуа, когда они скажут, благословен грядущий во имя Господне. И это будет сигналом для Ишуа, чтобы вернуться. Вот что он сказал. Он сказал, «Не увидите меня, пока не скажете, благословен грядущий во имя Господне». И принимая во внимание то, что сказано Ишуа, мы видим, что это будет сигналом для него, чтобы прийти снова. Также это приведет к утверждению его царства на земле. И Павел говорит, что по этой причине я так сильно тружусь среди язычников. Потому что он верил, что это приведет к большему благословению, к ревности со стороны еврейского народа и к пришествию Ишуа Мессии. Другое местописание говорит, что когда войдет полное число язычников, он вернется. И смысл, который вкладывает здесь Павел, заключается в том, что согласно именно плану Божию израильский народ отверг Ишуа на время. Чтобы Евангелие пошло к язычникам. Потом они должны были возбудить ревность в евреях до тех пор, пока не спасется весь Израиль. И Павел основывает свое объяснение на Исайе. Исайе 49, с 1 по 13 стих. Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от шрева от утробы матери моей, назвал имя мое. И садил уста Мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал Меня и сделал Меня стрелой изостренную. И в колчане своем хранил Меня. И сказал Мне, Ты раб мой Израиль, в Тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что, и в отче истощал силу Мою. Но мое право у Господа, и награда моя у Бога Моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от шрева, в раба себе, чтобы обратить к Нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к Нему. Я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаков в львых и для возвращения остатка в Израиль, но я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый Его, презираем всеми, поносимым народом, рабу властелинов. Цари увидят и восстанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал Тебя. Так говорит Господь, во время благоприятной я услышал Тебя и в день спасения помог Тебе. Я буду охранять Тебя и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные. Сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти и по всем холмам будут пажить их. Не будут терпеть голода и жажды и не поразит их зной солнце, ибо милующих будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот они одни придут издалека, и вот одни от севера и моря, а другие земли синим. Радуйтесь небеса и веселитесь земля и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. И важные моменты, которые нам стоит понимать, находятся в шестом, седьмом и восьмом стихах. Начинается со второй части шестого стиха, где сказано, я сделаю тебя светом народов или светом язычников, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. И Исаия здесь говорит о том, что что-то произойдет, и спасение будет дано язычникам. В седьмом стихе дальше описывается немного, кто это будет, кто принесет спасение. Говорится о том, что он будет отвержен, не будет почтен, и народ Израиля отречется от него, отвергнет его. В восьмом стихе он начинает говорить о будущем. То, что для нас считается будущим. In unacceptable time I have heard you, and in the day of salvation have I helped you, and I will preserve you and give you a covenant of the people to be established in the earth, and to cause the inheritance of the desolate heritage. Так говорит Господь, во время благоприятной я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Я буду охранять тебя и сделаю тебя светом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие, наследие опустошенное. Здесь говорится о другом завете, о новом завете, который Бог хочет заключить с народом своим, и об этом завете говорится в других местах далее. Исаии видел то же самое, чем мы читаем в этом отрывке послания к римлянам, что Мессия придет в Израиль, что Израиль отвергнет его, и на время он станет светом для язычников. Но в итоге Израиль обратится к нему вновь и будет восстановлен. Павел ничего нового здесь не говорит. Все это уже есть в Писании. Он просто это подчеркивает для нас, чтобы мы поняли, что это место Писания исполняется как раз в те времена, в период между смертью Иешуа и его вторым пришествием. С первого по десятый стих Павел говорил о том, что еще существует этот спасенный остаток, который приходит к вере. Спасительный. Спасительный. Из 11 по 15 стихи Павел говорит о том, что конкретно евреи приходят к вере в Иешуа через ревность, которая возбуждает на них язычники. И до определенной степени мы видим, как это происходит. Но был долгий период церковной истории, когда это не происходило. Но многие язычники сейчас приходят к пониманию, что это была цель Бога. И так должны вести себя верующие из язычников. С 16 по 24 стих мы подходим к оливе. Это очень интересный отрывок. Павел начинает с того, что дает иллюстрацию принципа роста оливкового дерева. Далее. Если хала приносимая в качестве первого плода свята, то свята и вся булка. И если корень свят, то и ветви святы. И то есть Павел здесь использует две вещи. Он говорит о хале и о первом приношении первых плодах как сравнение. И так же он переходит к изображению оливкового дерева. Здесь он говорит только о корне. Связующее слово здесь where is it because we don't have this word. In the very beginning it says now if the Allah is holy is offered as first fruit is holy so is the whole love. Связующее слово здесь далее, но нет в синодальном переводе этого слова. это слово присутствует вот перед словом если в самом начале стиха и говорит о том, что в будущем будет восстановление Израиля. И здесь две иллюстрации снова это первые плоды которые приносимы Богу и корень. Это касается в первую очередь Авраама, Исхака, Якова и завета Авраама. They are holy because they were separated and consecrated by God for a divine purpose. И Израиль является избранным, потому что он отделен и освящен для определенных целей. Okay. Израиль as a nation is the loaf or the lump. Yeah. Because in this orthodox translation we just have if the part is holy so the whole thing is whole. Yeah. Okay. That's but I've read from the Jewish New Testament and there is exactly what you're talking about. Yeah. Итак, у нас здесь сказано, что если начаток свят, то и целое. Или вот в еврейском Новом Завете там написано, что если часть как бы халы или булки свята, то и вся она свята. Okay. So Paul is giving a very Jewish illustration here. И Павел приводит очень еврейскую такую иллюстрацию здесь. Which over the years has not been understood very well by the translators of the Bible. Которую многие переводчики Библии вообще никак не понимали. And so they made something else out of it. Поэтому они, например, что-то придумали типа начаток и целое. Но для нас легче, например, может быть, понять первый плод или корень и ветвь. И Израиль, весь Израиль как народ, это вот эта вся хала или весь хлеб. Okay. The principle is based on Numbers 15, 17 to 21. И этот принцип основан на книге чисел Numbers. Numbers 15 17 по 21 Maybe we should just read that because it's not such a long piece. Numbers 15 17 to 21. Yeah. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объявися нам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши». Okay. So that's where this principle comes from, that Paul is trying to communicate here. Вот отсюда этот принцип, который Павел хочет донести. What we have to remember with the New Testament is that most of it was actually written to people who would understand this sort of terminology. И нам нужно понимать, что Новый Завет был написан для тех людей, которые, в принципе, понимали эту терминологию. At this stage, the great majority of people who would come into a faith in Yeshua as Messiah were from a Jewish background. Большая часть людей, которые приходили к вере в Yeshua, они имели еврейские корни. Roger, can I read from the another translation? Because it's very complicated. I'm going to read one перевод from the other translation. Господь сказал Моисею, скажи израильскому народу, вот что, я поведу вас в другую землю, и когда вы будете есть то, что породила та земля, отдавайте часть этой еды в приношение Господу. И когда будете собирать зерно и перемалывать его в муку для теста, чтобы выпекать хлеб, то прежде всего отдайте часть этого теста в дар Господу. Это будет хлебным приношением сгумна. Это правило вечное, отдавайте часть этого теста в дар Господу. Святость или освящение первого плода или корня передается всему хлебу и ветвям. Первые плоды должны были приноситься Богу, чтобы остальная часть урожая была освящена. И через вот это начаток, через вот эту закваску или через часть вот этого теста придет момент и весь Израиль или все тесто будет освящено. И завет Авраама является основанием для будущего спасения еврейского народа. природные ветви это израильский народ, а ветви дикой маслины это языческие народы. 17-й стих. Но если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, был привит среди них и стал наравне с ними пользоваться богатством корня маслины. И я вам скажу, что часто этот стих толкуется по-разному и то, что я вам предложу, может звучать странно. Я скажу мое мнение, что природная маслина или олива это не Израиль и не церковь. Это место духовного благословения. И корни, которые питают все, они приносят, через это придет благословение, но чем я вам дальше объясню, вы поймете. И мое мнение, что Израиль является владельцем, как бы хозяином этого дерева оливы, но не является сам оливой. И корень этого благословения это завет Авраама. И здесь Павел делает то же утверждение, что в Ефесянам 2.11.16. Okay, let's just go there. Ephesians 2.11.16. Should I read it? Therefore remember that you being in a time past Gentiles in the flesh who are called on circumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands, that at that time you were without Messiah, being aliens of the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Just 11 and 12? Yeah, okay, you can read the whole thing, but just read it in. Поэтому помните, кем вы были раньше. Вы язычники по происхождению, которых называли необрезанными те, кто называются обрезанными, лишь благодаря операции, произведенной на теле. В то время у вас не было отношений с Мессией. Вы были отчуждены от общественной жизни Израиля. Вы были чужды Божьим договором, воплощавшим Божьи обещания. В этом мире у вас не было надежды и не было Бога. Теперь же вы некогда бывшие далеко приблизились, благодаря пролитию крови Мессии. Ибо Он сам наш шалом. Он сделал нас обоих одним целым и разрушил Мхицу, разделявшую на нас, уничтожив в собственном теле вражду, порожденную Торой, заповеди, которые были даны в форме приказаний. Он совершил это, чтобы из двух групп создать в союзе с самим собой новое единое человечество и таким образом принести шалом, а также чтобы примирить с Богом и тех и других в едином теле посредством своей смерти на стойке казни, которую он принял как преступник, тем самым убив в самом себе эту вражду. В Ефесянам 3, 5, 6 он говорит тоже похожее утверждение. Что язычники, уверовавшие в Ефесянам и Мессию, стали соучастниками благословений Завета Авраама. Таким образом, я считаю, что оливковое дерево, оно представляет собой место благословения. И язычники были привиты к этому месту благословений. Другими словами, язычники не взяли на себя эти благословения, а они стали всего лишь соучастниками в этих благословениях. И здесь Павел говорит о привитии диких ветвей маслины к природной маслине. Критики говорят, утверждают, что Павел на самом деле он ничего не понимал в садоводстве. Потому что это вообще неестественно прививать дикую маслину к природной маслине. Но именно об этом Павел говорит, что это как раз неестественно что язычники привиты к благородной маслине, которая растет из завета Авраама. в 24-м стихе Павел говорит, что это как раз противоречит природе. Что такое, если такое произойдет, это прививание, то оно будет бесплодным. И Павел показывает, что Бог делает что-то неприродное. но это сверхъестественно. Что Он приводит язычников вместо благословения, которое принадлежит евреям через завет с ними. 18-22 стихи Павел дает предупреждение. То не хвались, словно ты лучше остальных ветвей. Однако если хвалишься, помни, что не ты поддерживаешь корень, а корень поддерживает тебя. Тогда ты скажешь, ветви отломились, чтобы я привился. Правильно, но что дальше? Они отломились из-за недостатка доверия Богу, но ведь ты держишься только благодаря своему доверию Богу. Потому не будь заносчив, наоборот, бойся. Ведь если Бог не пожелел природной ветви, то, конечно же, не пожалеет и тебя. Потому приглядись повнимательнее к Божьей доброте и строгости. С одной стороны, строгости по отношению к отломившимся, но с другой стороны, Божьей доброте по отношению к тебе. Если только сам ты хранишь себя в этой доброте, иначе и ты будешь отсечен. И предупреждение в том, что основание для благословения язычников является вера, а не достижение. Если язычники хотят остаться в благословении, они должны продолжать в вере. И что Исраиль не понимать это должен быть уроком для язычников. Здесь Павел не касается личных, индивидуальных верующих или неверующих. Павел здесь имеет дело с народами евреев и язычников. Многие здесь многие этот отрывок не понимают, искажают его и воспринимают как потерю спасения со стороны Израиля. Это то, что не может и не произойдет. евреи были в этом месте благословения как народ, но из-за их неверия они отломились. Теперь язычники присоединились к этому месту. Но если они не пойдут дальше в этой вере, то они также отломятся. Не обязательно это касается потери спасения, но речь о потере, об исключении из места благословения. И здесь как бы тоже язычники предупреждены о том, чтобы не превозноситься над природными ветвями. Потому что не они себя поддерживают, а их поддерживает корень. если вы отрежете ветку и оставите то оно просто умрет. Это должно быть в вере. И вы можете это увидеть просто, если, например, отрежете ветку от какого-то растения или дерева и оставите ее, то ветка умрет. И здесь корень является, представляет собой завет Авраама. Затем Павел приводит доказательства окончательного восстановления Израиля. 23-24 стих. Более того, оставшиеся ветви, если не станут упорствовать в недостатке доверия к Богу, будут привиты обратно, поскольку Бог в силах привить их обратно. Ибо если ты был отрезан дикой по природе маслины и привит вопреки природе к культивированной маслине, насколько же проще эти природные ветви привьются обратно к своей собственной маслине? Павел показывает очень очевидно, что единственное, преодоление Израиля является их неверие. И Павел здесь четко говорит, что препятствует Израиля, препятствия для спасения Израиля является их личное неверие. Потому что Бог способен вернуть их корню, если это нужно. 24-й стих Павел приводит доказательства, почему все должны ожидать восстановления Израиля. Потому что Павел говорит, что он настаивает на том, что это дерево принадлежит им, это их дерево. Эта маслина, это место благословения принадлежит Израилю. И это место благословения основано на четырех безусловных заветах, которые Бог заключил с Израилем. Потому что это заветы, принадлежащие евреям. Они принадлежат им. И это место благословения по праву принадлежит евреям. Это часть преимущества Израиля, о котором говорится в третьей главе прослания к римлянам, первый-второй стих. Язычники стали соучастниками в этом благословении. И по этой причине нужно ожидать восстановления Израиля. Потому что если Бог был способен привить дикие ветви, вопреки природе, то Бог будет способен привить обратные природные ветви. И факт того, что Израиль владеет этим деревом, означает то, что он не является самым этим деревом. железоням, вопреки The first part of the idea. Uh-huh. Which part? If God could craft what? The owner and the owned. Uh-huh. The owner and the owned, yeah. Can you explain to me who you are? Well, okay. I am the owner. Yeah. And this, I own this because it's mine. It belongs to me. Yeah, it's owned. Okay. Okay. In the same way. Yeah, yeah. I understand, but in Russian, how is it? Well, the owner and the owner and the owner and the owner are separated from each other. Having spelled out the expectation, in the next segment, Paul declared that this is exactly what is going to happen someday. И как раз вот в следующих утверждениях Павел высказывает ожидание, что именно вот так произойдет в будущем. Okay. We'll continue tomorrow then with the final part. The final part. May we come to the last part. Итак, финальная часть. Romans 11. Римлянам 11. 33 until 36. 33, 36. Oh, the depths of the riches and the wisdom and the knowledge of God. How inscrutable are his judgments. How unsearchable are his ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor. Or who has given him anything and made him pay it back. For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever and ever. Amen. О глубина богатства, мудрости и познания Бога. Как непостижимы его суды. Как неисследимы его пути. Ибо кто познал ум Господа. Кто был ему советником. Или кто давал ему что-либо, чтобы он должен был возвратить. Ибо от него и через него. И для него все. Ему да будет слава вовеки. Амин. Okay. This is what is known as Paul's doxology. Это известно как доксология Павла. And that basically means his prayer of praise. И это то есть его молитва хвалы. Okay. Договорились? Here at the end of these chapters, he is giving out a song of praise, or a psalm of praise to God. В окончании этих глав Павел дает, как бы, псалом хвалы, или песню хвалы Богу. He is so moved by everything that he has already put in here. Он настолько взволнован тем, что он же сам сказал в этих отрывках. Касательно плана и программы Божьего в отношении Израиля. О том, как Израиль вошел в это состояние. Как Бог призывает многих язычников и евреев сегодня ко спасению. Как вот это призвание язычников придет к концу в определенный момент. И как снова Бог будет иметь дело с Израилем как народом и приведет его ко спасению. И Павел делает заключение вот этой молитвы, или гимном, или псалмом хвалы. В котором утверждается богатство и мудрость Божья, и глубина. И на самом деле, если понять взаимоотношения Бога и Израиля, и если он понимает план Божий для Израиля, и если человек будет благодарен этому с точки зрения Божьей перспективы, то он тоже будет должен прославить Бога за это. И что сюда Павел включает? Он говорит о глубине и богатстве познания и мудрости Божьей. И он говорит, что вообще-то полностью вы не можете понять это. Это так глубоко, настолько широкое это понимание, настолько непостижимы его суды, и настолько они отличаются от наших судов. И другими словами Павел говорит нам, смотрите Божьим взглядом, и увидьте, как велик и прекрасен Он. Павел говорит, кто познал ум Божий? Кто может сказать, что у Бога в мыслях? Кто может быть Ему советником? Можете ли вы сказать Богу, Бог должен сделать это так или так или так? Бог знает лучший способ. Мы можем его не понимать. Мы можем не чувствовать, что это лучший путь для нас. Но в итоге это будет лучшее для нас. Я думаю, что многие в течение еврейской истории в течение истории они не понимали этого. И поэтому они отвергли, либо вошли с Богом в конфликт. И также Павел говорит, неужели вы что-то дали Богу, что Он должен вам вернуть? И снова на это дается негативный ответ, отрицательный ответ. Бог сотворил мир. Что вы можете Ему дать? Потому что для Него, через Него и Ему все. Это то, что нам нужно понимать. Все, что мы делаем, должно быть сделано для того, чтобы принести славу и честь Богу. Мы должны понимать, что все находится в Его руках. И если мы доверяем себя в Его руки, мы получим то благословение, которое Он хочет нам дать. Да будет Ему слава навеки. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова